я все-таки надеюсь, что мы к новому году успеем закончить надеюсь такими темпами конечно, да пойдем просто убьем его и все да я не знаю, чего вам мешает ну вот, движемся собирайтесь в такие места идти, куда не знаю, зачем вообще идти идите, куда хотите ты как бы у нас направление всего одно, это прямой не то, чтобы учитывая масштабы зеншаласты, тут и по прямой заблудиться можно что делать-то есть маршруты, мы им исследуем и когда мы прикачиваем этих самых птичек я хочу по сторонам осмотреться и даже маленько прислушаться они привлеклили мы нежелательного внимания прям сейчас ну это внимательно очевидно это я умею ни хрена си знаешь я даже выковырял ухо из-под волос чтобы оно лучше слышало кроме кроме сильного завывания ветра сквозь достаточно широкие улицы так ты на скидку ничего не слышишь необычного выделяющегося такой поворачиваться к остальным на этот раз пронесло так что давайте давайте выбираться отсюда отсюда это откуда это из окружения да да вроде как распинали мы это все окружение бормочет на тоннель пока полет держится давайте мы воспользуемся и перелетим наши самые основные ухабы так такой дурацкий вопрос а луки у этих недогарпий магические я бы особо не надеялся но сейчас перепроверю конечно мы сейчас в таком на таком этапе когда даже у мобов у луки как минимум плюс 2 получается с куча страниц не ну они может какие-то и магические но такие что сейчас проверим нет искусно сделанные крупные композитные длинные луки даже без плюс там один а композитность на сколько крупные луки так у них что-то снаряги нет не указано снаряда сейчас попробую в английском рульнике переправить ну посмотри какой урон у этого лука 2д6 плюс ну плюс это вот именно что если там плюс 5 полностью от характеристики то там композитности аж плюс 5 то есть только лук 900 золотых силу у этих кучерин двадцатка лук плюс 5 идиот ну вот я и говорю 900 золотых за штуку ну считайте сколько у этих луков на лутале с тех вы собирали которые возле ворот вы их гасили там точно такие же были а с тех мы по-моему забыли я думал эти скрытники будут вам благодарны что вы снаряшки подкинули вообще если кто-то собирается этих самых гарпий карпалами лутать мэлвин скажет да бубристые нахрен это оно что тебе время это тратить вот это 900 золотых стоит между прочим да 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 а если сюда прибегут 500 великанов и раскатают нас в лепешку эти 900 золотых тебе не помогут великаны летать не умеют спокойно отвахивается антонель запихивая оружие в безразмерную сумку зато камнями хорошо кидаются это конечно аргумент но мы дольше спорить будем ты просто апостол жадности и мэлвин подлетает и какие там еще например луки пламя остаются я знаешь как-то это вахапку сгребаю чем ближе мы к корзугу тем он все жиднее и удивляюсь как он еще по золоту с асфальта тут не отскребает подсаби-ка подсаби-ка брат давай мы все это запихнем в магическую дыру да я расстилаю дыру мы потому что мы статуи оттуда выкинули из этой дыры или нет кстати я чуть не помню через судьбу этих статуй мы сначала мы их обсуждали чтобы их расставить чтобы наших каменюк соответственно раскладовать и они бы себя посреди статуй вы видели а что продали их я просто не помню вроде как мы их сдали в музей после долгого спора о том насколько этично так поступать с отливками сделанными из живых существ блин разговор об этом точно был я точно помню что я ваше внимание акцентировал на то что для своих габаритов статуй кажутся слишком легкими ну да потому что потому что мы их и сдали в музей что они не золото цельное а имеют в первую очередь историческую ценность то есть только из-за этого понятно разумеется мы упихиваем лут в магическую дыру и видели ли мы вообще может быть какая-нибудь водохранилище или какой-нибудь опять же загон крупного скота поблизости что-то где можно устроить собственно большой какой-то разгром-погром как мы и договаривались с великанами ну хранилище крупного скота вы там уже устроили разгром-погром как только пришли пришли когда только а по дороге так ничего такого не встречалось там уже там есть какая-то большая статуя корзуга которую можно завалить набок например завалить нам надо дракона и не просто набок это вроде как дракона не драконица да мне-то какая разница налей побольше и он сильно разбираться не будет ты поверь с той стороны там что дракон что драконих а все одно и то же ну да зубы у них примерно равные и у самцов и у самок серьезно соглашается антонель ну ладно только я слышала что самки агрессивны да будем иметь ввиду и мы вероятно движемся примерно в том же направлении какие раньше двигались в общем как собрали луки да что эту иллюзию никто диспол не шарахнет она просто нравилась пошли на штрум поэтому всем было не до этого пару месяцев то я был главным визардом в городе поэтому а корвос это где корвос это там ну где-то на юго на юге короче говоря в арисе на юго восточной название знакомое какое-то она есть на карте она чуть восточнее магнимара если я не путаю короче весело когда там гибучая пандемия была самоизоляция была инквизиция мы только до пандемии доиграли и даже не успели дожить до ее окончания умерли что ли не мастер слился да было досадно возвращаясь к теме мы продолжаем путь дальше летим на север мы летим на север летим на север идем дорогой трудного в город изомруд советных три желания исполнит мудрый гудвин так считаю куда мы ленка вряд ли нам что-то исполнит потом догонит еще раз ориентируюсь нормальные герои всегда идут в обход так да но вы не особо так от лагеря великанов удалились работаем работаем над этим отлично отлично что ж добраться к дракону достаточно близко не замечено знаете чем дальше вы продвигаетесь тем строение как-то становится массивней выше явно что вы были ну как можно сказать пригород назовем это и сейчас вы уже конкретно прям в город в город заходите то есть застройка плотнее да вы такое ощущение что попали в какой-то ранее то ли торговый квартал то ли что-то как вдоль дороги тянутся прям видно ну узнаются назначения помещения это какие-то лавки базары мастерские и сейчас они все в запустении видны огромные цистерны которые видимо наполняла вода подземных источников акведуков каких-то понятно что ныне они все пустыни разбиты и вообще все негодности тем не менее там размещения интересно каковы шансы на то что все эти лавки что из этих лавок где-то не вынесены ценные магические ингредиенты давай потом ну правда мы сейчас будем три месяца шариться только этому району чтобы обыскать каждую лавку рубиток по сторонам оглядывать тут же ни конца ни края им не видно это был чисто теоретический вопрос довольно усмехается Антониэль а тебе будет чем заняться на пенсии о мне до пенсии теперь очень и очень далеко поглаживает Антониэль свою сумку в которой лежит книжка с секретом бессмертия он точно так же думал кто в Роксерис да подожди в смысле далеко ты что имеешь ввиду это он намекает на то что он перейдет на темную сторону и будет использовать эти искусства клонов ой это жеваный крот мне одного Натаниэля хватает по горло если он себя расклонирует в целую армию это будет это так и работает успокаивает волшебник сознание всегда только и душа всегда только одно покуда жив один Натаниэль любой выращенный клон будет всего лишь инертной и мертвой души если можно будет приводить тебя в негодность каждый раз без лишних опасений то в принципе план хороший что-то в этом даже есть сразу предупреждаю в создании клонов процедура очень медленная и дорогостоящая тоже твои проблемы с удовольствием надо платить ведь так так почему я должен платить за твои удовольствия так когда мне будет иметь с твоим клоном когда мне приятно так это ведь и тебе приятно мы же друзьяшки ведь так я даже не буду объяснять насколько провокационно звучит эта фраза продукты сплот все продукты сплот поехали а кто кто из дерева смех смехом а поэтому я продюс дерева только у раксайриса все это добра не довело там была проблема именно у раксайриса дорого берут за это не если что мы можем подкопить мы сейчас набрали как раз луков по 900 золотых эту штуку то есть ну я если что на базаре могу свой любимый костюм сырный толкнуть а если они рассрочку оформляют то вообще здорово особенно если без процентов и ты готов пойти на говори и это вы готовы пойти на такие жертвы только чтобы от меня избавиться я поражен в самое сердце мы не на такое говорим я даже за пять золотых готова петь по вечерам в местных тавернах Натаниэль хватается за сердце и изображает плавно падающего лебедя да я поварешками по кастрюлям подыгрывать готов давай лучше на подтанцовке будешь в принципе тоже вариант ношение доспехов придает движениям особую грацию особые и Мелвин показывает это движение как танец робота очень пластично как могу избиваться как червяк да вот именно это мне эти движения и напоминают соглашается волшебник у кого-нибудь есть идеи какой бы кавардак нам здесь устроить чтобы чтобы все пошло по плану ну просто продолжить делать обозрение руина найти что-нибудь самое большое и опрокинуть его например сжечь ту самую опасную рощу дендрофилы дендрофилы еще меня во всяком обвиняют нехорошо так поступать не ходите в эту рощу и не говорят почему если 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 в этой рощи нету самой надежды на искупление то на ее сожжем конечно я это воспринимаю вообще как личный вызов это в смысле что это какая-то роща может для нас угрозу представлять как медиум надо посмотреть то что там не знаю мы кажется сюда не по грибы пришли тех ребяток грибочки знатные были так что в принципе я бы не против сделать небольшое ответвление чтобы изучить местную флору дело ваше кстати мастер есть ли здесь например может быть если дороги пыльные какие-то следы дороги заснеживания блин точняк это же зима вот какие-то следы обитания ну местами да следы попадаются причем весьма такие крупные очевидно что здесь часто ходят великаны думает про себя мэлвин скорее всего это следы тех великанов которые сзади нас и которые собираются отсюда уйти которых надо промотивировать отсюда уйти мотивация вещь такая стимул нужен стимул воздевает палец волшебник будущее всего племени по-моему замечательный стимул осталось только донести до них вы знаете что это слово происходит от палки которой погонщики колют между ушей слонов ужас какой зачем ты мне об этом сказал что ушей затылок или затылок не потому что управлять ими сложно вот же как на лошадь на них то не накинешь звучит если честно стрёмно я вообще-то слышал что некоторые могут с животными разговаривать я больше чем уверен что со слоном можно найти взаимопонимание и без затыкивания его промеж ушей можно но затыкать слона между ушей все-таки намного проще чем изучать технологии родства душ с животными и магию для разговора с ними не технологии техники слоны хорошие ребята не заслужили они такого мир жесток пожалуй про дрессировку лошадей я тебе тоже рассказывать не стану тихонько бормочут под нос синтоней все-таки ничем не тыкает вернись на клетку назад там каждая клетка это вроде как да мы говорим достаточно долго чтобы пролететь две клетки да я думаю уже солнце по небосводу движется заметно когда вы выдвинулись с утра пока там с этим поговорим сейчас мне кажется уже за полдень должен быть тогда нужно либо обновлять заклинание либо идти пешком заклинание отключаем все героизмы а вот полета Натани Лебновит ну пока что вам никто не попадался либо вы никому не попадались только посмотреть и летим и потихонечку присматриваемся чтобы можно там поджечь подорвать опрокинуть разлить замахнуть тут идея не в том просто чтобы устроить разрушение идея в том чтобы убить что-то опасное чтобы показать что и великанам тут опасно находиться понимаешь если мы что-то прокинем то они такую дрожь почувствуют что как бы смекнут что абы кто скалу грубо говоря не обрушит безответные скалы великаны и сами рушить гораздо вот вот а если опрокинуть того кто может обрушить скалы это все таки надежнее будет я понял что нам нужно разобраться с драконом или драконихой что мы кстати знаем об этих синих драконов что это жопа они плохие люди драконы но да плохие я вроде как кидал аркану или не кидал по-моему в прошлый раз в общем они очень любят бить электричеством и увлекаются иллюзиями у тебя есть что нибудь чтобы помочь нам с электричеством конечно только это заклинание будет длиться минут 20 нам этого будет достаточно а то что я переживаю мы с коландилом все металлические как бы звучит как идеальная цель так вот в том то и проблема что мы тут будем путешествовать часами нет не к тому что нужно прямо сейчас от него защищаться а в том чтобы в случае чего чтобы оно у тебя было оно то есть и подготовлено но чтобы его применить нужно прикоснуться к каждой цели так что прямо в бою на защиту от электричества рассчитывать будет сложно так что мы уже слишком неотвеченный ой а парень видно как тут не отсвечивает кстати то заклинание я видел ты сделала свои копии иллюзорные слушай она вскаландила можешь такого нашаманить насколько я в курсе это работает только на меня да к сожалению зеркальное отражение может создавать только маг нет потому что зелья персонал формул нельзя делать если ты умеешь пользоваться магическими предметами то можно попытаться активировать свиток я умею магическим мечом пользоваться это оно не совсем это скорее то как коландил своей волшебной палочкой работает своим мечом ты можешь их деактивировать но вот активировать нет ну что характерно у коландила UMD13 то есть у него есть и не нулевой шанс использовать свиток ну думаю в пылу сражения стоять и пытаться разобрать каракули не самый лучший вариант да каракули да каракули можно разобрать и заранее а вот направить по ним энергию чтобы формула правильно считала с тебя образ и скопировала именно его а не выдала большой пшик с энергией коландил говорить так отсвечивая святой мычей у меня никогда не было больших проблем так что если что я это самое с брутхорс с пятой попытки да да наверное тут все таки разного характера энергия коландил не выдумывай души и твоего горящего духа поэтому вот твой горящий дух пусть лучше будет направлен на разрубание плоти нежели на чтение каких-то там свитков да и я как бы не умею этого делать ну вот и поговорим разве вам не выдают в самой школе этот фиту на рисование свитков ты же постоянно что-то перезаписываешь переписываешь скорее всего на что-то променял я Натаниэль Арканист а не Визарт напомню я учился немного другому скорее в моем стиле модификация и изменение заклинаний на лету а не строгая приверженность формулам потому и со свитками я дела не имел обычно ну и ладно я думаю мы немного потеряли действительно звучит как-то странно в полубое доставать свиток и пытаться его как-то прочитать некоторые именно воюют и даже успешно это недопустимо просто в нашем случае это менее оптимально чем в других случаях звучит это вообще ни разу не оптимально и да кстати если мы можем сместиться в какой-то момент вы все слышите уже знакомое вам уханье которое вы слышали перед тем как на вас слами точнее как вы столкнулись с этими ламиями летающими я меч достаю мы ищем источник уханье глазами справа нанес справа от вас вот из этих развалин затопленных магмой всех из одного скажем разрушенного дверного проема покосившегося влазит ваш старый знакомый точнее новый Моргив приветственно машет вам к себе зазывает так Моргив это же великан не это толстенький скрытник да которого мы самым первым увидели на входе чтобы он знал что это он он с опаской оглядывается по сторонам но вид у него явно жизнерадостный довольный он затягивает вас пропускает внутрь улыбается раскланивается здравствуйте здравствуйте каждому кланяется я с хорошими новостями мы тут отбили одно из наших святилищ и вот решили кое-чем с вами поделиться он снимает себя за плеч сумку весьма непримечательного вида и так протягивает от одного к другому кто ее примет переводя слева на правую руку святилищ возьмите пожалуйста благодарим смотрим Таниеля кто это за святилище ну наши моего народа а кому оно посвящено ну как наши предводительницы я же вам в прошлый раз рассказывал мы ей поклоняемся ага необычно че там че там но в любом случае поздравляю вас с этим достижением мы с каландилом ковыряемся в сумке сумка уже вам по обыкновению оказывается намного глубже чем сведу то есть вам подогнали кожаную бездонную сумку двоечку аж а внутри находите следующее посох исцеления так сейчас это тот который хил за один заряд кастует скорее всего я сейчас не чекал еще записали свиток высшего восстановления два свитка излечения я так понимаю это тоже хил ну походу да я сейчас это фулл хп по идее устанавливают и сколько там 150 так как это свиток то он устанавливает 130 кажется это все еще круто тут вот еще хорошие свиток истинного воскрешения это очень хорошо и шелковый шелковый кошель с 8 горными эликсирами сейчас буду смотреть что это за маунт эликсир я смотрел эту штуку как вариант для но нашел что лайфбабл лучшим ну в общем так я так понимаю у адана появляется новая игрушка или эта штука я что-то маленько буксую целую целую строчку скопировать нельзя только по одной колонке копировать можно можно строчку скопировать а что ты хочешь скопировать то а там в таблице то с лутом строчки заканчиваются которые отформатированы на пасту скопирую их еще вниз сейчас все гораздо проще именно это я пытаюсь сделать все спасибо что-то я так и не нашел каких там это растянуть вниз просто выделяешь строку в правом уголочке появляется такая яркая синяя точка за нее хватаешь тянешь вниз точнее не строку выделяешь а вот отформатированный кусок все я понял я как выделял я жал на номер строки чтобы там стопудово все выделилось а вот с этим оно не работает там надо именно что выделять как это называется вручную выделять уже отформатированный кусок и когда ты вот за этот квадратик тянешь вниз оно применяет формат по образцу да да спасибо это я это я нашел я думал что оно будет работать если на номер строки нажать она как бы выделена и подразумевает что с ней можно всякие штуки делать а нет так мы записали надеюсь вам пригодится в вашем нелегком деле это определенно пригодится перебирает вещички на тенель только вы уверены что вы хотите отдать это все нам конечно вы же наши спасители это меньше что мы можем для вас сделать какие же вы хорошие ребята и я короче иду обнимать Моргефа тот тот хоть и ни слова не понял что ты сказал но твой дружественный поцел афи беги пока можешь он видит как идет на него с этими с раскинутыми руками и медвежьи объятия его приподнимают наверное он Мелвин очень вам благодарен переводит на тенель я кажется понял да что он слегка ребра потирает добра всякого у меня небольшой вопрос сейчас насколько я помню у нас сумка номер 2 она весит чуть больше чем сумка номер 1 Адам тебе будет нормально ее таскать с собой или как она весит 30 фунтов так сейчас посмотрю я отдам тебе всю сумку с этим сокровищем целиком так сколько там она весит говорит так сколько она весит кажется 30 фунтов сейчас проверю так 30 фунтов может не потяну 25 фунтов спроси они нам отдают вместе с сумкой или сумку вернуть надо он отдался вместе с сумкой да как кстати расскажи ему про великанов может что он вообще думает по этому поводу может подскажет чего да они вроде как подземные но наверное имеет смысла рассказать говорит и переходит на тасселонский а вы вы же знаете про великанов фон направлении морщи морщица конечно мы знаем сколько наших они перетоптали если если запихаю туда все кроме того что надето прямо на мне то тогда потяну у у меня сейчас крафт неактивен могу за пару дней тебе собрать плащик добавить него мулбек кортс на мне то есть плащик я имею ввиду добавить в уже существующий плащ мулбек кортс иначе все время не торопиться без плащика ходить почему ты снимаешь что прям на мне так я могу его ненадолго попросить на привале? Я же по пути его зачаровывать не могу тоже. А пора бы уже научиться. А чисто теоретически, если тебя будет нести, допустим, Мелвин, ты можешь тогда зачаровывать? Я, конечно, крут и могуч, но на подобные чудеса концентрации не способен. Так вот. Пока мы опять не забыли. Эти великаны, у них есть разные лидеры и потенциальные лидеры. И один из них очень хочет увести их орду подальше от Зеншаласта. И для этого, говорит, ему нужно некое событие, которое убедит великанов, что здесь опасно. в качестве варианта привел гибель пролетающего периодически над ними дракона. А что еще есть из угроз подобного калибра в округе? Ну, подобно дракону даже не знаю. Что-то поговаривали, но я, если честно, сам ни разу не видел, то где-то в городе, в глуби есть некое строение, что-то арены какой-то. И что там поселился то ли дьявол, то ли демон. Честно, врать не буду, Арена? Ха. Да, ну, явно раньше там какие-то масштабные события проходили, так как сооружение очень гигантское и там много сидений на вскидку не знаю. Ну, таких, как я, тысяч сто туда, наверное, влезет. Ого! А где находится эта арена? Дальше, на север, намного дальше. Как бы вам даже не знаю объяснить-то. Так, сейчас я прикину, где это, как долго вам до туда идти. Это вот эти вот здания там, где заканчивается обвал? Я подержу вот эти подробки. Секунду, 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 и гадать не буду. О, господи, в общем, вот это вот место. Ага. где, 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 что-то я не уловил пинг? Вот этот вот цирк на северной части, в северной части города. А, прям вообще на самом севере? Где-то свежая свежая? Да, да, она самая. Ага, все, теперь вижу. да еще добраться надо до туда, я понял. спроси у него про рощу, про рощу, в чем, в чем опасность-то, что там такого? А, где, кстати, находится та роща, про которую вы нас предупреждали? А то, что там мы идем, тут только дома и дома? Ну, я вон. За развалинами этого нашего квартала, в котором мы обитаем, бывший рабский квартал, сразу же она располагается, то есть по карте это где-то здесь, вот отсюда начинаю, вот граница видовая. Там раньше какие-то то ли бани были, то ли что, какие-то теплые источники, в общем, и это извержение, видимо, еще поспособствовало сильному нагреву, в общем, там какая-то растительность непонятная развивается. Ясно. что говорит? Что там? Говорит, далеко на севере есть арена, в которой засел некий могучий то ли демон, то ли дьявол. А про рощу только местохождение сказал. Знаешь, кто туда заходил, никто но мы перестали туда отправлять. И что из той рощи их разведчики или храбрецы не возвращаются? Это как вызов. Гиблое место. Спасибо за предупреждение. Кивает головой на туннель. И за свитки. Это очень, очень полезная в нашей ситуации штуки. господа я отлучусь на пару минут. Я кстати откопал посох исцеления. У него оказывается я перепутал с посохом жизни, а посох исцеления дает всего лишь курс сериус вунц, лестер рестерейшн, рамов блайн дефтнес и рамов дизизм. Как-то восстанавливается ли у него ограниченное количество зарядов? У него 10 зарядов и каждый день волшебник или и каждый день персонаж, у которого есть хотя бы одно заклинание из этого списка, может влить этот в посох слот третьего круга, чтобы восстановить один заряд. Полезно. В идеале на даунтайме пока мы путешествуем целую неделю его можно перерегить. Да, но проблема в том, что нельзя вливать больше одного заряда в день. Тратить сколько угодно, а вот перезаряжать не больше, чем на один заряд в день. Что поделать? Он может перезаряжать несколько посохов тогда. Угу. Сколько там получается зарядов всего в сумме 10? Причем лечение и рестораж тратит один заряд, remove blindness deafness два заряда, remove disease H3. Угу. тратит у пом Так, сейчас проверю, можно ли активировать посох через ЮМД? Такс, вернулся. Мы закончили разговоры. Угу. 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 Прощаемся. Спеллтриггер это DC20. Так что можно эту руби отдать палочку, вернее посох. Будьте осторожней. Надеюсь еще увидимся. Взаимно. Моргев. Ну, рубежи вроде они есть, вот там, туалететы. Или если это только считается диванной платформой. Чтобы ей не тратить эти ЮМДшки. У нее ЮМД плюс 40, так что… Неважно, тогда. Может нам что-нибудь рассказывают еще? Нет, но уже все окей. Тогда мы летим дальше. Сейчас. Так. Увезет вам сегодня? Если мим засады. В принципе… Вы достаточно длительно… Время. Уже движетесь. Уже темнеть начали. Ну, стемнело даже. То есть дело к вечеру близится. И… Нам полет нужно обновлять каждые два часа. Ну, два с половиной. Так что ты про это предупреждай. Я спешу еще два слота тогда. Сниму много. Ну да, будем считать, что сейчас как раз часов 5-6 вот так вот. Так, за это время… Так, сколько вы в прошлый раз напосчитали? Вы за час движетесь? В клетках, если… Так. Сюда все полегче. То ли 3-6 или 4-5. 6 клеток, да. То есть если вы двигались 5 часов… Ух ты… Ух ты… Ух ты… Ух ты… Ух ты… Там… Мы движемся скоростью… Получается 40. Ну… Это 4 мили в час. Амилия у нас это… Это 6 тысяч футов. То есть… 4 мили. 4 мили. Что там? Серьезно? 4 мили в час вот? Если… Если строго по прямой, то да. Мы вроде как считали, что вдвое ниже получается. Окей, ладно. Тогда тратить не два слота, а один. Потому что так вы к вечеру далеко упиздываете. Ну, как раз тут что получается. 2 клетки 1500, 8 клеток миля. Вот так. Ну, если у нас 2 мили в час… Ну, то есть за 2 часа вы, грубо говоря, как раз доберетесь вот до этого, скажем, стыка разваленного квартала и чаще. Единственное, что… Можете прокинуть на внимательность. Птиц. Скажем, находясь вот на этом перекрестке, слева от себя, Натаниэль, Каландио, вы замечаете вот в этом строении, в таком весьма массивном куполообразном… Вообще, это как огромный каменный купол, возвышается в конце приподнятой дороги. Он возносится футов на 500, наверное, и увенчан сверху еще на малом купол, который добавляет всему строению высоты где-то… Ну, футов 700. Многочисленные арки, отверстия украшают строение. И в одной из этих арок вы замечаете весьма массивную фигуру, даже если отсюда смотреть, похоже на снежного человека. Она дружелюбная? Отсюда непонятно, а кажется, она вас не видит. А мы видели вообще снежных людей-то когда-нибудь? Я не помню. Ну, я думаю, вы о них хотя бы слышать-то слышали. Никаких… Слышать о них слышали все, а видеть… Вот-вот. Любопытно. Зарубим его, пока он один. Мелвин, посмотри на это задание, что это, не знаю, и подумай, сколько таких там внутри еще может быть. То, что мы увидели одного, это не значит, что он один. Поверить. Как это по-русски-то? Think about it, да? Подумаешь своей пустой головой. В тот момент, когда Дев спрашивает, ты уверен ли ты? Говорю, ток, надо проверить. Там есть какие-нибудь окна, я не знаю. Арки, большие арки. Прям заменяющие, видимо, эти окна. Ну, то, что мы, в принципе, можем заглянуть, так сказать, это просматривается помещение. Ну, по сути, подобраться поближе и посмотреть, что там такое интересное. Ну, если подобраться, я так подразумеваю, это скрипись под собой. Бесшумно подлететь, да. Ой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Еще мне некуда. Хотел предложить невидимость. невидимость ребята мы готовы 26 с невидимостью и минус один к их perception за каждые 10 футов или 20 если там открытая местность я не понимать он скрывается постоял то ли саун с этой арки то ли что в общем вскрылся внутри мы приближаемся чтобы рассмотреть что там в этом помещении происходит посреди этого массивного купола навалены к этой грузы мусора футов 100 высотой в самом центре строения это что они готовятся большой костер сделать понятия не имею но мусора не такого что там какие-то объедки или что такой строительный мусор живую силу противника также вы замечаете рядом с этой грудой мусора несколько ям сейчас открыто но я и не скачал момент мы можем спрятаться вон за тем зданием и подождать пока руби слетает на разведку а можем просто сходу вломиться туда второй план мне кажется куда надежнее в тебе никто не сомневался так 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 Так, ширина, высота, уже почти. Карта, карта. И тянем, потянем. Да, качество картинки, конечно. Попадает желать лучшего, но за неимением другого будем радовать. Вот, грубо говоря. Перекинула вас? Это она сейчас подгрузится или... Да, подгрузилась. Так. Вот здесь вход. Вот это... Не знаю, груда почему-то тут как-то... А, ну вот она, груда мусора, вот они, яма. У меня, кажется, начинается трипофупия. И там меня она не заканчивалась. Слышал я про эту трипперфобию, блин. Сам опасаюсь. Я не знаю, что это такое, но звучит грубно. Так, вы в инвизе, да, сейчас? У нас, походу, этот инвиз скоро закончится. Поэтому я думаю, что мы где-то прячемся за стенкой в непрямой видимости. А, ну, стенок ты тут не видишь. Разве что на улице. Ну, я и говорю, что в этом смысле. Нужно либо обновлять заклинание. Либо отправлять на разведку Руби. Я вот спрашиваю, по какому варианту мы будем действовать. Давай обновим заклинание и подберемся все вместе. А то как начнется заваруха, и пока мы догоним, кто знает, что произойдет. С другой стороны, Руби намного сложнее заметить, когда она в одиночестве. Давай не будем разрывать дистанцию. В нем я могу составить и компанию. Ну, и к тому же и Адан, и Руби владеют телепортацией. Ну, давай посмотрим правде лица. Скорее всего, мы все равно пойдем их убивать. Мы точно так же обновим это с... Того, кто там находится. Тот хер действительно может быть не один. Так что зачем эти лишние движения, если мы можем сразу спрятаться и пойти на дело? Какой ты кровожадный. Руби, а ты что думаешь? Нет, ну я, конечно, не против сходить посмотреть, что там. Это не кровожадность, если тебе весело. Ну, мне кажется, закончится все как обычно. Мы найдем новых друзей? Ага. Только ненадолго. Поиграем с ними и разойдемся. Эх. И откуда в таких прекрасных девушках столько пессимизма? С вами нахваталась. Раньше это была весьма романтичной натурой, верящей в сказки о рыцарях, драконах и тому подобное. А теперь я участница этих сказок, и они не настолько прекрасны, как их описывают. Ну, возможно, вся проблема в том, что обычно в этих сказках девы не взрывают головы драконам. Вот о чем речь. Мне кажется, многие сказки весьма искажены. Вот, выйдем на покой, напишу свои правдивые сказки. Натанель тратит последний слот третьего круга на обновление сферы невидимости. Предлагаю добавить Адана, и мы плавненько летим в сторону этой кучи мусора, заглядывать в ямы. Летите, чем что-то. Ну, мы летим как бы плотной, не отрывающейся друг от друга структурой, чтобы никто не оказался вне сферы. Поэтому, я думаю, нас стоит передвигать всех вместе. На вершине этой кучи вы видите что-то наподобие алтаря, наверное. Сотен костей, связанных вместе с сухожилиями. Оно, знаешь, грубое подобие какого-то гуманоида. И можно ли предположить, что это такое? Кого это изображает? Думаю, нет. Понимаю. Метагейнова, это они своему вождю поставили что-то в раме памятника алтаря, там херово на это. Нерукотворный памятник. Да, это как раз рукотворный. Мы все в памятнике из мяса. Да, мы приближаемся с целью посмотреть, что там в этих дырах. И адан с нами. Просто адана почему-то нет на этой карте. Да. В общем, если вы заглядываете в эти дыры, то видите там на дне. Они не скажут, что сильно глубокие футов. То есть мы можем прям подлететь вплотную? Ага. Да, футов 30, наверное, 40. Глубиной там тоже накидано, что-то явно, чтобы было проще вылазить оттуда. Слышный отчетливо храп и видно достаточно много каких-то подобий лежанок. Различных там из говна и пала, грубо говоря, сделанных. Так, навскидку, пару дюжин этих лежанок вы можете насчитать. Так, кто на них лежит? В данный момент находятся там 4 фигуры. Мохнатые, здоровые гуманоиды. То есть, чтобы их опознать, так, чудовище это у нас что? Это у нас... Ну, не природные же. Надо узнать, что такое чудовище с точки зрения русского перевода пасфайндера. Монстры гуманоиды? Скорее всего, сейчас я тебе скажу, кто это. Да, монстры гуманоиды. Тогда природа. И это значит, что Адан вернулся очень и очень вовремя. Так, что там произошло? Мы тут поплылись? Мы летели и прилетели. Кого прилетели? Что у нас? Мы не знаем, скажи нам. Так, это Анатура, да? Да. Мы прилетели к груди строительного мусора, в который устроили в свое логово непонятные мохнатые гуманоиды. А на этой груди мусора стоит огромная статуя. У статуи нету чего? Не порти мой рассказ, у статуи нету глаз. Да, да, да. Я ему наоборот. Ха-ха-ха. Ковангел понятия не имеет, кто это. Неведомые звери. Ну так я-то имею. Кто видел? А, я не заметил. Ты, я не знаю, откуда, но ты очень хорошо знаешь, кто это. Это йети? Да я думаю, с их, да, так у них получается. Ты понимаешь, что эти йети какие-то, как сказать, неправильные? Не совсем правильные, да. Обычно эти не такие, скажем, подтянутые. Эти прям видно такие на массе подкачанные, мощные, в общем. Ну, Макаландо с ними найдет общий язык. Ну что, это самое. Они, я думаю, ведут здоровый образ жизни здесь, в своей пещере. Может быть, нам стоит бросить пример с прием точки зрения. Жить в яме, там, не знаю. Хочешь им тренировку провести? Так, они же у нас разумные, да? Какие языки они знают? Да, на самом деле я иронизирую, но я не собираюсь потерять. Что вы хотите о них знать? У вас так-то, учитывая, что у них ДЦ-шка не сильно большая... Там за каждые пять сверху или... За каждые пять. За каждые пять. То есть идет ЦР плюс 10, потом? Или 11? 10 плюс ЦР. Да, да, да. Ну, как это ДЦ, базовая информация и один вопрос, плюс один вопрос, за каждые пять сверху. Короче, у тебя пять вопросов, Адам. Помимо базовой информации. Пока ты думаешь, могу рассказать о них, если кому-то это... Да, давай, давай. Ну, надо же знать, распылять их на месте, или это просто налицо ужасное доброе внутри. Огромные Йети — это загадочные существа, обитающие лишь на самых высоких уединенных горных пиках и редко попадающиеся на глаза кому-то, кроме своих жертв. Среди народов, живущих у подножия таких гор, ходят истории о снежных людях, спускающихся с вершины, забирающих скот, а порой даже людей, оставляя после себя лишь отпечатки огромных ступней на заляпанном кровью в снегу. Такие истории достоверно описывают Йети как свирепых, скрытных и невероятно сильных существ, но ошибаются в том, что касается их характера и происхождения. Небольшие племена Йети обитают на вершинах гор в изоляции от большинства других народов. Йети, отличающиеся буйным нравом или жестокостью, обычно изгоняются из племен и, лишившись поддержки, часто вынуждены нападать на равнинные поселения, поддерживая миф о своем демоническом происхождении. Источником жестокости и буйства зачастую является близость к странным и жутким мирам. Их логовы расположены так высоко, что границы, разделяющие миры, истончаются. Неясно, происходят ли эти из иных миров или были изменены близостью к ним, но с уверенностью можно утверждать, что вне зависимости от этого они не питают теплых чувств к пришельцам извне и, возможно, выступают в роли стражей, охраняющих материальный план от вторжения. То есть правильные Йети — это в целом такие дикари-затворники? Да, вы к нам не лезьте, мы вас не тронем, что-то из-за этой серии. А с этими неправильными Йети ничего не понятно. Да, но это правильные Йети сидят и защищают миры, а эти Йети, они... Эти Йети — это странные. Ну, я говорю, они как будто у них более плотный мех сами, они не то что больше, а как будто как сильнее с виду обычных Йети. Так-то не сказать, что они прям сильно отличаются, но все-таки разницу, Аден, ты видишь. Предлагаю устроить им темные, пока они спят, а с остальными мы уж разберемся. А за что? Первый вопрос — будем ли мы с ними драться? Сейчас у нас преимущество, мы можем сломать мозг тем, кто спит. Вот скажи, а ты, гуляя по городу, тоже думаешь, не зарезать ли нам, просто вломившись в дом, жители этого города, а? Ну, ты не забывай, что это за город. Ты еще не понял, Радуэ? Я не расслышал начала фразы. Я говорю, что, Натанил, ты путешествуешь с Мелленом гораздо дольше, чем я, и ты до сих пор не понял? Да он весь из себя такой внезапный, противоречивый. Это особенный город, с особенными горожанами, и вести себя с ними тоже надо по-особенному. Мы тут, между прочим, в логове врага, ну так, если на минуточку. Не скажи это нашим подземным друзьям. Вы шепчетесь или вы в полный голос рассуждаете? Да, 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 мы тут их. Вообще, я знаю, я знаю эти создания. Моя бабушка не раз не рассказывала о спарниках сказки. Добранными я их не назвал, да и лынь их особо не назвать. Дикари, они есть дикари. Сказки сказками, а оставлять их позади, чтобы они потом нас догнали? А с чего бы их нас догонять-то? От того, что как начнется заваруха, они получат приказ. Это что-то как-то не сильно не похоже на приспешников Корзуга. Вот и я про то же. Не хочу по умолчанию относиться к жителям этого города, что они все изначально. Ну тогда иди и перебей племя скрытников. Что вы что? Так скрытниками-то мы уже договорились. Они если на минутку сами вышли на связь. Плюс нас о скрытниках-то предупредили, то там будут союзники. А вот здесь нас еще просто не успели заметить. Да-да. Не обидно тебе будет зарезать своих будущих потенциальных собутыльников, даже не познакомившись. Мне больше достанется. Можешь еще раз записать, что там за статуя на вершине? Из сотен костей, скрепленных сухожилиями, практически в 30 футов, таит нечто грубо напоминающее гуманоиды. Натаниль хочет подлететь поближе и спросить у Адана, не может ли он понять, чьи это кости. Давай копить, что у нас босточек будет. Хил, наверное, да? Ну да, босточек может природа. А потом с хилом начать. На самом деле в перемешку там в основном кости крупного скота какого-то. попадаются более мелкие, явно гуманоидные, возможно, даже этих самых скрытников. Есть парочка, которых ты можешь как великане там идентифицировать. Ну не парочка, а пару комплектов, скажем так, костей. То есть разнообразные косточки-то на мишине. Не то чтобы у нас много общего с этими ребятами, которые с костей собирают разные поделки. Так что петь с ними я не собираюсь. А вот обезопасить свой же тыл, это да. Ну тогда прыгайте с Каландилом, а мы тут сверху вас поддержим. Но если их там вылезет пару десятков, не плачь. Если что пойдет не так, ну, можно же будет-то и улететь. Ну ладно, я пропущу Мелвина вперед тогда и посмотрю, что случится. Короче, Молвин собрался прыгать. Не вздумай. Он же очень плохая идея. Тем не менее, пять вопросов у вас еще имеется. На, чем это не значит. Так, не корейки, чем мы хотим, языки у них узнать, да, для начала. Акла, говорят, они на Акла. Так, только на Акла. Блин, так, с ними я не поговорил. К ней есть Акла? Есть. Отлично. Что-то говорит ты с ним, как минимум сможешь. Всякий пожарный, собственно, самый слабый сейф. Самый слабый сейф у них по реакции. Это или нет, слышно? Не понял. И он, конечно, если в случае чего теперь знает, что делать. Ха-ха. Шараш фаерболами, и все будет хорошо. В смысле плохая идея? Вы не идете? Скажи, какое обычное мировоззрение у этих йети, Аддан? Да. Обычное, у них нейтральное. В общем так, резать обычных дикарей только из-за того, что они... Дикари? Дикари. Нет, из-за того, что они представляют опасность. Какую? Так и скажи, ты просто хочешь посмотреть, что они прячут под своими матрасами? О, ничего хорошего они там не прячут. Ну и надо тогда тебе. Черт, ну если вы уверены, что мы успеем улететь далеко от этой дыры, тогда пожалуйста. Кстати, а мои дети тут только в этих дырах виден? Ну и одного вы видели где-то сверху. Которого вы издали заметили. В общем где-то на верхних ярусах, там в арках этих был. А здесь несколько дюжин кроватей, но заняты только четыре. Да. Пара дюжин здесь. То есть, если вы долгое время не проводите, то можете с точностью двадцать шесть штук насчитать. Погоди, а все дыры они ведут в одно и то же помещение? Да, скажем там, просто... Ну как? Не совсем так. Это несколько отдельных пещер, связанных с какими-то проходами. Так, скажем. Ну, будем считать, что это одно единое для облегчения. Можно попробовать подняться наверх и поискать одиночного Йети и поговорить с ним. Я поддерживаю такой вопрос. И поймут? Ну, если на тоннели что-то скажут на их языке, то поймут. Ну, в принципе, странно, но ладно. Тогда мы взлетаем выше. Я думаю, мы можем говорить с ним из невидимости, не нарушая ее. Угу. У вас еще два вопроса устро. Не желаете воспользоваться? Ага. Ну, ты знаешь, что у них есть ужасный взгляд. Это просто мы не видим их дальше. А в каком числе он работает ужасный? Спас по воле. Или паралич ужасом на один рот. Немощно. Так же они испускают холод. Все рядом с ними холодно. Угу. Небось еще и cold subtype. Угу. Окей. Где-то в футах в 300 высотой вдоль, скажем, парапета, назовем это так, этого купола разгуливает один из этих езиков. Ну, давайте я на этой же карте останемся. Просто условно где-то в футах в 300 высотой, и он где-то здесь. Я его сейчас сюда передачу. Здесь чуть-чуть, хотя бы на угол. Ну, явно то ли как часовой какой-то разгуливает. Или где-то здесь. В общем, осматривает так руку. Не сказать, что уж сильно внимательно. Скорее так. Для вида. Ходит, попинывает какие-то обломки. Что-то бурчит себе, там, поднос рычит. Натаниль, это бурчание с рычанием воспринимает как язык? Ну, какие-то обрывки фраз можно выцепить, типа, ну, когда жрать уже охота что-то. Ну, нахер сейчас спущусь, перебужу всех, пусть там. Сами идут, смотрят. А что же ты такое высматриваешь? Интересуется на том же языке Натаниль. А что, он чуть ли не подпрыгивает, разворачивается на твой голос? Кто ты? Гость города. Ну, кто же туда, наверх, к этому, собрался? Наверх? Что ты имеешь в виду? В смысле, что? Туда, на пик, куда всех гостей зовут. Ну, можно сказать и так. Правда, не уверен, что конкретно нас... Не так. Правда, конкретно нас туда не приглашали. Ну, значит, можно тебя сожрать. И не переживать. А не подавишься? На голос стоит приближаться, пытаясь определить. Что на голос, в общем, постепенно двигается. Я достаю меч. Я, конечно, не подействовал, да? А что, вы тех, кого не приглашали, сожираете? Ну, просто ты попал в тот момент, когда я очень голод. Должен сказать, что я тебе сочувствую. Я так понимаю, это призыв к броскам на инициативу, да? Видимо. Блин, ну так он монстров с гомоноидом, да, и чем персон его не проберет. Приблизьтесь, где вы относитесь. Зараза. Ладно. Доминейте на него не очень хочу тратить. Только это самое. Ну, на чем ты меня? Так, монстровички. Так. Так, дайся, дайся, дайся. Уже можно кидать? Уже очистим? Ох! У него 22. Инициативный парень какой, а? Ха-ха, и у меня 22. Двадцатку выкинул. Это кто-то такой. Эй. А куда он пропал из-за сети? Ничего-то не знает. Ты куда-то... Гровин пропал? Эй, я куда-то пропал. Ща вернем. Токен пропал. Два почему-то. У меня. 26 хорошо. Но на кубе было 22. Даже 22 и... 5. О, Адана тоже 22? Да. Причем и Мелвин, и Адан быстрее, чем этот. Явно. У него потому что инициатива двоечка. Все. Ну что ж, Мелвин, исполняй свое заветное желание. Ну, Мелвин поднимает меч и ждет, пока он успешно подойдет. Я дилею. Ничего себе. Адан вот так удивил. Я попробую так, чтобы он не подошел. Так, ну... Ну, теперь, наконец, связать, чего... Тоже спросить. Тоже, Мелвин. Он спит. Все. Я длинную рукой меч. Его еще вырубить нужно. А то он очень скоро проснется. Ну, как минимум, надо бы его связать. А вот эту тушу у нас, Верек, не хватит. У тебя же было какое-то заклинание принуждения, чтобы он только правду говорил. Как думаешь, сработает? Это не... Может быть, было, но сейчас я его не подготавливал. Так, а что он тебе рассказал-то? Он сказал... Я представился гостем города. Он сказал, что одним... Что сейчас все гости собираются наверху у шпилей. Я сказал, что мы вроде как гости незваные. И он сказал, что это означает, что меня можно съесть. В следующий раз надо будет говорить, что мы пришли посмотреть на шпиле. Понятно. Понятно. Так а с ним что делать будем? Я думаю, следующий наш собеседник может не оказаться настолько тупым и голодным. Ну, можно его все-таки попытаться как-то завязать и еще раз хорошенько расспросить. Я бы, честно говоря, просто намял ему бока и улетел бы отсюда. Вперед. Ну ладно. Чик-чик и готово. Тогда что я могу, что я сделаю? Я наладил накачать силу на три пункта Берна. Потом я подвечу к нему и я включу это все. У меня все лагает. Короче, ты ему просто из сна в обморок его отправить решение. Ну, как-то так. Понимаете, скритуля? Проблема в том, что тут, что если он набирает нелетало до максимума своих хитпоинтов, дальше он конвертируется в летальный. Я верю в то, что Каландил знает самую сдержанность и не будет доводить до такого. У тебя крит на 184 гребаных пункта урона. Что, в принципе, превышает его количество здоровья. Короче, 184 минус... Это у нас получается... Ну, как бы говоря, 30... Ну, ты его почти убил в своем нелетальном уровне. А, но если ты ему третью атаку наносишь, то ты его убьешь. Ну, я думаю, третий я все-таки не буду пропускать. Хорошо. Вы слышите, как Каландил вроде бы нежно его пытается, но все-таки что-то в черепке у него хрустит весьма громко. У-у-у, это было больно. Кровь носом пошла и... Он хоть выживет? Я думаю, да. На будущее... В этом... In hindsight, как говорится, может быть, использовать все мои силы было небольшим перебором, но... Но тебе тоже хоть когда-то хотелось это сделать. Серьезно кивает на теннир. Надо было наверняка. Как я тебя понимаю. И что теперь? Ставим его здесь? Ну, вы же поговорить с ним хотели. Так, чтобы он уже... В этом состоянии он уже не будет говорить некоторое время. В этом состоянии... Я боюсь. Как бы он вообще дурочком не остался. Мне кажется, он уже отгреб свое... Потому... Зато он кушать перехотел. Я пинаю его в плечо. Не издевайся на несчастную. По крайней мере, мы узнали важную информацию. Все прихлебатели где-то наверху на шпилях. А те, кто остался, они... Ни рыба, ни мясо, скажем так. Особенно дракон, да. Ну, это особая птица. Ну, в принципе, логично. Дракон это не рыба. Натаниэль, ты у нас ведь этот язык великанов знаешь, да? Знаю. А скажи, какой ты язык не знаешь? Нет, не важно. Ты знаешь, что сделаю лучше тогда? Ты макни в его кровь что-нибудь и намалюй здесь надпись на великанем, что, типа, здесь был я или что-то в этом роде. Если... Там, если это самые... Хотя великан хочет фолс-флаг нам устроить, то вот будет ему фолс-флаг такой здесь. Проблема в том, что... Проблема... Это хорошая идея, но проблема в том, что дети не знают великаний, а великаны не знают акву. Я верю, что ты что-нибудь придумаешь. Ты как в крупных городах на табличках, на нескольких языках напишешь. Для этого, чтобы точно можно было сказать. Можно сделать пиктограмму, или ребус. Еще на всякий случай на тасселонском напишем. Что-то мне кажется, что в таких великанов они не поверят. Которые знают три языка и незамеченными пробираются в самый... в самый глубь территории дети. Пусть думают, что это умный великан, ассасин, маг. Может быть, да, великан, ниндзя, что им делать? Не бывает у вас таких, что ли? Великан, трикстер. Казалось бы, при чем тут скандинавская мифология? Хорошо. Я знаю, я просто напишу с ошибками. Решает на туннель и действительно чертит на трех языках на древне-посилонском. Некоторые слова вообще не по смыслу ставь. Ну, например, не знаю. Ставь слово «сосиска» посреди предложений. Разрок «сосиска» на туннель пишет что-то вроде «Здесь я был грох». Гога. А кто прочел, тот вздох. А на гиганте надпись чуть длиннее. Здесь я был грох и пиздил мохнатых. Между ног. Ну, тогда надо напинать этому между ног. Звучало, правда, подобно. На туннель не пишет. Боюсь, если Каландил влепит ему между ног. Это будет слишком жестокой карой. Так что полетели отсюда, пока тут не сбежались остальные йети. Мы-то, конечно, можем и их запинать. Ну, тогда, возможно, наше послание никто больше никогда не увидит. И о нем не узнают. Что было бы досадно, любуется волшебник своей работой. Мне интересно, ты как у этого йети в носу ковырялся, кровь добывая. Ты же сказал, что у него кровь пошла носом. Ну, да, учитывая, что ты на трех языках крупными буквами писал. Ну, как человек, у которого были носовые кровотечения, крови оттуда течет много, так что это нормально. На это, чтобы намалевать, хватит. С кровавыми соплями. Окей, ладно. Хорошо, допустим. Так, я вот не могу найти подходящую картиночку. Какую картиночку? Так, зайдем. Ну, хорошо. Мы тогда облетаем эти самые дыры и двигаемся дальше. Мы двигаемся отсюда, насколько я понимаю. Так, я не могу слоя. Твоя карта. Отсюда куда? Куда? Возвращаю вас на. Как двигались так и в сторону рощи. И арены, и шпилей. Роща, арена и шпилей это три разных направления. Все на севере. Нет. Роща. Между тем, скажем, тип строения опять начал меняться. То есть, вы прошли уже, назовем это, ремесленным кварталом. Каландил, у тебя что-то таким далеко там на севере. Ну, мы сюда прилетели. А, он уже далеко. Именно там, где Каландил. Дома, дома в этой части города воистину огромные. На вскидку, они, в них практически во всех жили великаны. эти массивные строения поднимаются вверх по склону долины. Здесь даже какие-то огромные мосты высотой в сотню фун тянутся от дороги. И можете припинуть на внимательность. Мы сделаем это. Эти дома не кажутся необитаемыми. Не все, но все же. Где-то, знаете, снег разгребен, где-то видно, что ходят достаточно часто утоптаны. Мы имеем это в виду. Получается, но ведь великаны-то живут в лагере на юге. Но это ведь какие-то новоприбывшие. А вдруг тут есть те, кто уже, скажем так, осел. Вполне может быть. Все и тогда они почти наверняка лаяльны к разугу. Да. А это значит, чем дальше на север, тем менее другое. А это значит, что безопасная и спокойная дорога лежит как раз через эту рощу. Ну, как безопасно? Это как загадки про два стула. типа того. Только растения обычно не делятся информацией с живущими неподалеку тиранами. в отличие от великанов. Мне все-таки интересно посмотреть, что там за роща такая волшебная. Ну, и может быть скрытники там, ну, как плену? Может, кого еще удастся оттуда вызвали? Ну, проверить можно. Скорее всего, их там уже давным-давно сожрали. Они же давно решили дихоедит. Простите, ребят. В принципе, перед вами на самом деле открывается картина следующая, что вот эти развалины рабского квартала этого постепенно, постепенно перерастают в ходе достаточно поврежденные строения, но не до такой степени, как там, что прям руины, которые начинают, их переплетают какой-то вьюн, не знаю, лианы какие-то, и чем дальше, тем эта растительность становится гуще, переходя в действительно какой-то непроходимые джунгли, неестественно огромные папоротники, огромные просто хлопья, плесни, странные растения, которых вы никогда ранее не видели, либо видели, они были либо меньше размерами, как-то искажены еще, в общем, это действительно весьма необычный лес, назовем это так. Интерес ради, я пару растений порубаю и посмотрю, что произойдет. что происходит с растениями, когда их рубают? Они рубятся, из них какая-то кровища, из них сок такой беленький выступает на линии среза, но что примечательно, этот срез достаточно быстро скажем как что-то вроде шипит и затягивается этот срез. Ага, затягивается. По крайней мере растительность необычайно густая, жизнеспособная. Как любопытно. Натаниэль хочет провести парочку экспериментов. А именно плюнуть в нее кислотой? Уверить будет ли она восстановляется после этого? Ну да, кислота с этим мерзким шипением проедает растение. Происходит примерно то же самое, когда кислота полностью стекает вниз, оставляя после себя результаты своего воздействия. На тех местах, где кислота контактировала с растением очень быстро начинается процесс заживления. То есть не то, что прям мгновенно дыры затянулись и все это, но скажем по краям вот так же как со срезом мэлвина происходит заживление, то есть затягиваются. Тогда Антаниэль поочередно проверяет еще холод и огонь. На холод вообще никак растительность не реагирует. Ну, точнее, как? Она покрывается инеем, скукоживается, но через буквально если вы стоите и наблюдаете там пару минут, она оттаивает. С нее начинает влага капать. С огнем ситуация несколько иная. Растения горят, как обычно, не выгорают полностью. То есть они чернеют, скукоживаются. и на этом пока что все. То есть чтобы понять эффект длительного воздействия, что дальше будет, то есть надо, видимо, какое-то длительное время провести, чтобы наблюдать. Эффективнее всего в огне работает. Сделаю вот что и я спрошу у них. Лучше не у этих, которые мы экспериментировали. я спрошу у других, у целых. Окей. Грубо говоря, Каландил зайдет чуть-чуть в сторонку, положит руку на какой-нибудь из папротников и она сама так очень внимательно смотрится вглубь и спросит во-первых, слышишь ли ты меня? И после чего она опять скажет, что отвечает мне в чем твоя сила? Да, я думаю, как лучше сделать. Я знаю, это очень коварная белка, потому что никто к ней никогда не готов. Раван, расскажи мне свои секреты. Да. Да. Дело-то не в этом, что я не готов. Я ожидал, что ты будешь здесь подобным заниматься. я исхожу из понимания, что растениям насрать на том, кто вокруг ходит, поэтому я просто хочу знать, откуда они черпают свою силу. Я думаю, что это, по крайней мере, растение должно иметь представление. Знаешь, оно не совсем понятно, то ли оно тебе говорит, то ли что, ну ты, в общем, какая-то связь между вами устанавливается, и ты понимаешь, что у всего этого буйства есть, скажем так, не то чтобы источник, назовем это корень, который находится достаточно глубоко под землей, от которого все это и тянет. вообще, может, даже это растение тебе рассказывает, может, даже как-то фрагментами какими-то ты это видишь, то во время вот этого извержения вулкана эта часть города была разрушена, хоть и поток лавы не накрыл этот сектор, все-таки вот эти вулканические бомбы, селевые потоки стерли большую часть этого квартала, превратив его в какой-то лабиринт, развали, а вот эта плодородная селевая грязь обрушилась на крае того квартала, где находились вот эти публичные бани, десятки сооруженных вокруг термальных источников и сочетание вот этих питательных веществ, богатые минералами воды и благоприятных в результате подогрева природных условий. В общем, вот этот весь нагроможнение всех этих факторов привело к необычайному бурному росту вот этих растений. Гигантские грибы, всевозможные виды плесени. И вот эта вся экосистема процветала, распространяясь дальше и дальше, все покрыто ковром лишаяния. Второй вопрос. Едят ли они людей? Или животных? вообще? Ходячих кого угодно? Как мы можем есть, если у вас не торта? По крайней мере, мы запишем, что лишайники их не едят. Мы питаемся от земли, от солнца. ну, ладно, в таком случае, я думаю, дальше пытать я его не буду. И, вернувшись к остальным, перескажу историю о том, что похоже, эти попрыгниковые джунгли действительно происходят из глубоких корней, которые пустили эти ростки из-за этой очень питательной вулканической почвы, смешанной с минеральными водами, поэтому возможно, что здесь есть очень минимальное влияние колдовских сил, и они выросли такими гигантскими естественным образом. Но, скажем так, опускать бдительность не стоит. И вы уверены, что мы хотим здесь лазить? Ну, скажем так, эти джунглевые заросли, они будут всегда готовы нас пригласить кого-нибудь еще, но я не думаю, что камеры по практике нас будут есть. С другой стороны, у нас будет меньше моральных вопросов, в отличие от, например, великанов или кого бы то ни было в городе. Я уже о том, что колландил снова сосредоточится и сфокусирует свои силы на этом уже поджаренных кусочках, на которых экспериментировал Натаниэль. Что у меня есть некоторые преимущества на этой территории? Он попытается заставить этот попродниковый ствол шевелиться и станцевать что-то. выглядел впечатляюще. Да-да. так, а почему тогда здесь пропадают люди? все-таки пойдемте через рощу. Мне кажется, что это лучший выбор, чем пытаться пробраться через город великанов? Ну, не знаю. Нас предупреждали об этом месте, про город великанов нам слова не сказали. Неизвестность всегда меня манила. Ну, путь по-вашему. В случае, в случае чего мы всегда можем вернуться обратно и... Да, только тот факт, что отсюда никто не возражался, меня не сильно впечатляет. С другой стороны, они не настолько крутые, как мы. Мы довольно от многого защищены благодаря вот этим же защитным коконам, которые удерживают вокруг нас воздух. Никакие споры, газы, усыпляющие на нас просто не подействуют. Потому я думаю, что особого риска в этом растительном царстве для нас нет. Возможно, тут есть некие враждебные сущности, но где их нет? Мне не понравилось, как каландил про какой-то корень говорил. Но это, насколько я понимаю, буквально в смысле корень этих лишенников. до него копать очень глубоко. Если бы я был другого рода кинетицистом, я бы попробовал, но сейчас будет пустая трата времени. определённо. Определённо. Значит, предлагаю заворачивать поглубже в эту территорию и дальше продолжать движение над ней. движение ступень». Блин, ребята, я совсем вырубаюсь. А можем и закруглиться. Сонет делал такое Какой-то чекпоинт Мы точно дошли С новыми силами Полетим по роще Не, ну тут как все Если хотите поиграть, можно еще Часик поиграть Если Колдунист вырубается То это Будет Менее оптимально Тянуть его с нами Человек срубает И что его тянуть-то Можно в пятницу Поиграть, если в пятницу у кого свободны В пятницу мы попытаемся Аверну сделать, потому что мы все-таки В прошлый раз Как раз таки проебались Как всегда Я сомневаюсь По поводу пятницы Вариант воскресенья еще есть В воскресенье можно будет попробовать В воскресенье у меня Скорее всего другая игра будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!